Здравствуйте! В эфире Город Эсс и Татьяна Дмитриева. О чем должен помнить водитель в межсезонье? Какие новшества ждут автолюбители в новом году? И как меняется ситуация с безопасностью на дорогах? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Самара Андрей Карпачев. Наш телефон 202-11-22. Звоните. Здравствуйте, Андрей Сергеевич. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, очередная смена сезона как-то отразилась на количестве дорожно-транспортных происшествий? Хотя, казалось бы, каждый год у нас меняется ситуация на дорогах. Но вот в последнее время такое впечатление, что обостряется именно в этом время. Ну, как правило, с ухудшением погодных условий, в том числе связанных с выпадением осадков в виде снега. Ситуация на дороге осложняется каким образом? То есть падает скорость транспортного потока, соответственно, увеличивается количество аварий, незначительных, связанных с механическими повреждениями транспортных средств. Из-за этого, соответственно, возникают задержки в движении транспорта. Как показывает практика, количество ДТП, связанных с пострадавшими людьми, там, где люди пострадали или погибли, практически не увеличивается в такие дни. Да. Ну вот как раз обратила внимание, в последнее время, в последние дни очень много было сообщений о ДТП со смертельным исходом. Вот основная причина какая была все-таки? Ну, в общем-то, этот месяц действительно начался достаточно печально. В общем-то, очень много аварий, где у нас погибли участники дорожного движения, в том числе, где погиб один ребенок, это на улице промышленности, который переходил с бабушкой по пешеходному переходу, был сбит автомашиной «Лада Калина». Водитель на тот момент скрылся с места происшествия, принятый мерами розыска, был установлен в настоящее время, скажем так, проводят следственные мероприятия, водитель там отбывает административное наказание, впоследствии там будет решаться вопрос о привлечении его к уголовной ответственности. Практически в этот же день, там, ночью произошло еще одно дорожное транспортное происшествие, где гражданин, имеющий право управления, достаточно молодой, тоже там, 18-летний, сел за руль автомашины. То есть у него не было прав, да? Он не имел водительского удостоверения, плюс ко всему, он до этого неоднократно привлекался за аналогичные нарушения, то есть за управление транспортным средством, к нему даже применяли такие меры, как административный арест, то есть он 10 суток отсидел на специальном приемнике за то, что управлял машиной, вот, в общем-то, ничем хорошим это не закончилось, то есть он допустил наезд на опору инженерного сооружения, в данном ДТП два человека погибло, и вот водитель и еще один пассажир получили тяжелые травмы, то есть они сейчас в настоящее время находятся на лечении. То есть в данной ситуации к этому водителю также будет применена мера уголовной наказуемой, уголовной ответственности, то есть он будет привлечен, как только закончить лечение. Скажите, пожалуйста, существуют какие-то нормы временные, когда нужно устанавливать, менять резину с летней на зимнюю, или это вот делает каждый по своему желанию, по своим возможностям? Вообще пока такого норматива жесткого нет, единственное есть документ нормативный, который определяет, что у нас в период это соглашение о безопасности колесных транспортных средств, жденное таможенным союзом, где прописано, что у нас в зимний период времени с 1 декабря по 1 марта на транспортном средстве должны быть установлены шины, позволяющие двигаться в условиях гололеда. То есть если я поеду 2 декабря на летние резины, меня могут остановить и оштрафовать, да? Конечно, да, то есть в правилах дорожного движения в основные положения по допуску транспортных средств внесены изменения, и по статье 12.5.1 предусмотрена административная ответственность 500 рублей. То есть более того, сейчас в правилах внесены такие изменения, что если раньше допускалось устанавливать только на ведущие колеса шипованную резину, то в настоящее время все 4 колеса должны быть зимние. Шипованная, либо, скажем так называемая, липучка резина, либо демисезонная. Получается, что у нас погодные условия разные, а дата одна определена. Это же тоже неправильно, мне кажется, потому что снег гораздо раньше выпадает, чем 1 декабря. Ну, таможенный союз, он определил эти сроки, исходя из погодных условий, там, усредненных, значений каких-то в разных регионах зима наступает по-разному. Поэтому мы взяли за счет именно вот 3 зимних месяца. Соответственно, конечно, наши водители самостоятельно принимают решение, когда им поменять резину на зимнюю. То есть с наступлением, там, первых снегопадов или сделать предварительно, исходя из того, когда начинаются, там, первые заморозки, там, в конце октября, в начале ноября. То есть каждый участник дорожного движения определяет для себя это индивидуально. А вы вот на что хотели бы обратить внимание водителей, вот именно вот в этот момент такого межсезонья, скажем? На что сотрудники ГИБДД обращают внимание? Могут предъявить претензии и даже штрафные санкции, может быть, всего? Речь сейчас не идет о штрафных санкциях, но в первую очередь каждый участник дорожного движения, каждый водитель, это начинается еще с автошколы, когда ему преподают АЗИ, управление транспортным средством. Каждому водителю говорится о том, что он должен выбирать скорость движения, соответствующую конкретным погодным условиям. Если на дороге гололедится, то, соответственно, скорость движения должна быть такая, которая обеспечит водителю своевременную остановку при возникновении опасности на пути следования. То есть если водитель может двигаться со скоростью 60 км в час, он уверен, и он действительно может обеспечить безопасное вождение при такой скорости, значит, это его скорость. Если водитель новичок и не может обеспечиться при таком скоростном режиме безопасности вождения, значит, он должен двигаться с более меньшей скоростью, независимо от того, какие дорожные знаки установлены. Либо там, речь не идет об ограничивающих знаках, допустим, есть знаки рекомендуемой скорости, но тем не менее водитель должен руководствоваться именно требованием к погодным условиям, состоянием дорожного покрытия и, соответственно, своим опытом вождения. К нам уже начали поступать первый вопрос от телезрителей. Мы поставили зимнюю резину, а знак шипы обязателен или нет? Ну, в соответствии с основными положениями по допуску транспортных средств, в общем, знак шипы он обязателен. То есть водитель, который управляет транспортным средством, должен разместить на заднем стекле информацию о том, что машина на шипованных шинах зимних. То есть могут за это и оштрафовать, если нет такого знака? Ну вот я, например, не на каждой машине шипованной резины вижу. Да, в данной ситуации мы стараемся не штрафовать, а предупреждать участников дорожного движения, да, рекомендовать применить такой знак. Следующий вопрос. Я всегда езжу по правилам, как и большинство водителей, но иногда попадаются такие экземпляры. В этот момент очень хочешь, очень сожалею, что рядом нет сотрудников ГАИ. Можно ли по материалам в виде регистратора это определить и послать это видео? На какой адрес? Вот такие активные есть горожане, которые действительно видят нарушения, а может сотрудники не видят. Достаточно много граждан, которые сейчас проявляют свою активную позицию гражданскую, которые фиксируют административные правонарушения и присылают их к нам в госавтоинспекцию на адрес Тавропольская 120, город Самара. То есть мы эти нарушения рассматриваем. Здесь единственная, конечно, просьба, что видеоматериалы должны содержать дату, время совершения административного правонарушения, ну и, соответственно, место, где это было совершено. Ну и регистрационный знак транспортного средства, который совершает правонарушение. В этой ситуации возбуждается административное дело производства, проводится проверка, приглашается, ну начинается собственника транспортного средства, на кого транспортное средство оформлено. Впоследствии устанавливается водитель, проводятся проверочные действия, если вина доказывается, то привлекается этот водитель к административной ответственности. То есть таких фактов очень много. Это в том числе и факты, связанные с стоянкой на тротуарах. То есть очень много граждан присылает нам свои фотоматериалы по этому поводу. Да, то есть вот еще раз скажите адрес электронный или как вот на сайт. Это город Самара, улица Ставропольская, 120. А, это нужно лично приносить. Ну, это не обязательно лично, это можно почтой послать, да. Либо на сайт госавтоинспекции. И там можно найти. Да, гаишся от 3.ру, да, можно туда отправить это в электронном виде. Там также формируется электронный документ, где указывается данный заявитель. Туда подкрепляется также фото и текстовый вариант информации, которую вы хотите до нас довести. Вот есть и другие активные водители, которые возмущаются, на их взгляд, неправомерностью установки таких вот передвижных камер. Вот насколько действительно это законно? И можно ли обращаться в суд, если ты проехал, не увидел камеру, а потом тебе прислали там несколько штрафов и больших достаточно. Все технические средства организации дорожного движения и технические средства контроля за скоростным потоком либо за соблюдением других правил дорожного движения, они у нас вот в городе Самаре, в частности, они устанавливаются в основном стационарно. И на всех практически сейчас перекрестках уже установлены знаки, дополнительные таблички, которые информируют участников дорожного движения о том, что на данном участке ведется фотофиксация административных правонарушений. Но у нас допускается установка мобильных средств контроля за скоростным режимом, так называемых арен, либо, как в простой народе называют, там треноги, которые выставляются мобильно, выставляются они в очагах концентрации дорожного транспортных происшествий, то есть на тех участках, где происходит достаточно большое количество аварий, где страдают люди. И эти камеры устанавливаются, ну, скажем так, их никто не прячет, они стоят на проезжей части открыто, фиксируют административные правонарушения, связанные с превышением скорости, так как это, в общем-то, основная причина совершения дорожного транспортных происшествий. Вот еще хотелось бы, конечно, поговорить про причины совершения ДТП. Вот какие-то, особенно вот в наше время, вот нынешние, что служат? Статистика, проводимая в городе Самаре, сейчас показывает, что практически 79% ДТП происходит по причине нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств. И преобладающее большинство, это все-таки наезд на пешеходов, то есть более 60% от всех автоаварий – это наезд на пешеходов. Здесь причин очень много, здесь где-то невнимательность водителя, как вот мы в начале нашей беседы с вами довел информацию о том, что было ДТП, когда сбили бабушку с двумя детьми, один ребенок, к сожалению, погиб трехлетний. Это вот масса таких аварий, когда у нас водители проявляют невнимательность и на пешеходных переходах не пропускают пешеходов. Есть, конечно, и такие факторы, когда у нас пешеходы переходят в проезжей части неустановленном месте. Это больше всего касается двух категорий самыми наименее защищенных. Это дети, как правило, либо молодые люди в возрасте от 16 до 23, до 25 лет. Это вот те люди, у которых еще мышление о безопасности, о собственной безопасности не сформировалось. И они, как правило, нарушают правила дорожного движения. Ну и, соответственно, категория жителей, которые, скажем так, уже пенсионного возраста, то есть очень много бабушек, дедушек, ну в силу своих уже физиологических возможностей, не доходят до пешеходного перехода и начинают переходить в проезжую часть там, где, в общем-то, этого делать не нужно. И попадают в ДТП. И, как правило, вот уже пожилые люди, которые попадают в происшествие, это те люди, которым достаточно сложно потом восстановиться после травм. То есть у нас даже были в прошлом году такие случаи, когда бабушка 39-го года рождения попала в ДТП. У нее, в принципе, и повреждения-то были несерьезные, там перелом лодыжки. Но вот исходя из того, что она уже возрастной участник дорожного движения, впоследствии эта бабушка там на третьи сутки скончалась. То есть даже такая травма послужила причиной обрыва жизни. Вот сейчас не совсем благоприятное время для вождения, как мы уже выяснили. И в это же время начинают меняться какие-то условия и правила движения на улицах. Вот насколько это обосновано, вот своевременно, так скажем. Потому что вот я знаю, вот сама вот выходила вечером на Владимирской коммунистической, только что поменяли там как-то правила движения, и тут же врезался в столб тоже, по-моему, молодой человек. Вот как это? Ну, Владимирская коммунистическая, там изменен режим работы светофорного объекта, в принципе, это никаким образом не должно влиять на ситуацию с аварийностью, так как у нас водитель обязан руководствовать сигналами светофора, которые установлены на перекрестке. Как привычки, уже как привыкли. Да, то есть, ну, это вот, конечно, очень плохая черта, когда мы начинаем управлять транспортным средством и двигаться, ну, особенно по тому городу, где проживаем, на автомате, как говорится, да, то есть зная о том, что здесь такой знак стоит, здесь вот светофор стоит, не обращая внимания на вносимые изменения. Вот Владимирская коммунистическая, в частности, там установлена дополнительная секция светофора по улице коммунистической, помогающая осуществить левый поворот. Это было сделано в связи с тем, что достаточно выраженный левый поворот, причем в обоих направлениях, и из-за того, что раньше светофор работал в обычном режиме, скапливались там пробки вплоть до Чернореченской. Сейчас таких заторов уже нет, то есть перекресток работает в нормальном штатном режиме, вот, поэтому, в общем-то, я считаю, что эти изменения произведены в свое время. И вот на губернском рынке тоже вот около, там очень длинный такой пешеходный переход, и, кстати, вот и по нему идут люди, и тут заворачивают, как-то тормозят, тоже вот что-то изменилось, по-моему. Ну, на губернском рынке, если речь идет о Гибалово, об улице, то там скорректирована зона пешеходного перехода. При вокзале, вот при рынке была площадь, вот эту площадку сейчас тоже скорректировали, выделили пешеходные зоны. Ну, то есть теперь понятно четко водителю, где можно ехать, по какой полосе, и количество полос там определено, уже и разметка, и ширина проезжей части позволяет визуально определить это все. Соответственно, определенные места для стоянки транспорта, ну, и пешеход сейчас себя чувствует на этом участке более уверенно. Для него сделаны пешеходные тротуары, построены ограждения, которые канализируют поток пешеходов, и четко определяют, где нужно переходить, ну, и, соответственно, какой сигнал стаффор. Вот вы сказали уже такое ключевое слово, стоянки для машин. Вообще вот это является проблемой для города, потому что машин очень много, и паркуются где угодно, и оставляют, и бросают, и во дворах, и на дорогах. Вот как эта проблема решать с помощью ГИБДД? Или это вы как бы параллельно с этим? Это проблема, скажем так, очень большая. То есть сказать, что это просто проблема, наверное, это, наверное, ничего не сказать. Это гигантская проблема, которая, в принципе, присуща всем городам, в том числе городам-миллионникам, где рост автомобилизации, в общем, достаточно серьезный. Хотя вот нынешние экономические условия, наверное, к сожалению, может, и к счастью, сбавят немножко темпы. Тем не менее, достаточно большой сегмент тех, каких транспортных средств, которые, там, ну, отечественному производству, там, большого года выпуска, там, достаточно, там, 10-20 лет, которые эксплуатируются, то есть они доступны, молодежь их покупает, управляет, ездит, то есть и не только молодежь. Поэтому, в общем-то, количество транспорта растет. К сожалению, условия для хранения данных транспортных средств, особенно в дворовых территориях, ну, практически не созданы. Существует, конечно, в городе программа, там, двор, в котором мы живем. Да, но это по благоустройству. Там благоустроенный двор, то есть в рамках вот этих программ, опять же, по неоднократным обращениям госавтоинспекции принимаются решения о строительстве парковочных мест на дворовых территориях. Но эта программа, в общем-то, охватывает минимальное количество дворов, и весь город разом охватить не могут. Ну, и, соответственно, парковки уличные у торговых центров не всегда строятся в нужном количестве. Не всегда прорабатывается вопрос вот этой транспортной логистики, доставки грузов в торговые предприятия, когда определяется место под их строительство. Ну, здесь мы, скажем так, плотно работаем с органами местного самоуправления, пишем свои рекомендательные письма, в ряде случаев выдаем предписания, обязательные для исполнения. — А какие вот случаи нарушения парковки во дворах бывают, какие нужно избегать? И даже вот активно внимательным горожанам вот можно вам сообщить о чем-то. В какой момент можно, в каких случаях жаловаться? — В первую очередь в дворовых территориях не допускается стоянка транспортных средств на тротуарах. То есть не все, конечно, дворы у нас оборудованы тротуарами, но, тем не менее, на тротуарах, даже в условиях того, что внутренний квартальный проезд достаточно узкий, стоянка транспорта недопустима. В принципе, хотя разделом 17 правил дорожного движения определено, что на дворовых территориях пешеходы имеют преимущество перед транспортом и могут ходить и по проезжей части, и по дворам, и по тротуарам, но, тем не менее, гораздо безопаснее себя пешеход чувствует, когда идет по пешеходной дорожке. Поэтому вот на пешеходных дорожках стоять транспортные средства недопустимы. Мы в ряде случаев осуществляем работы, связанные с эвакуацией транспортных средств, тротуаров на дворовых территориях. Но мы, скажем так, сознательно не делаем этого масса, потому что, в общем-то, вызовет достаточно серьезный резонанс среди участников дорожного движения, так как, я еще раз повторюсь, дворы в большинстве случаев не приспособлены для стоянки транспорта и в зоне пешеходной доступности охраняемых стоянок достаточно мало. Следующий вопрос. Я напомню, телефон, кстати, 202-11-22. Уважаемые дорожники, участники дорожного движения, коими мы все являемся, звоните и задавайте свои вопросы. Когда прислали уведомление о нарушении, снятой на камеру фотомашины, скорость и фото с данными, мне прислали без данных и просто текст о нарушении, без доказательств именно об этом нарушении. Насколько это правомерно? Вот действительно. Что должно быть вот в этом уведомлении? Постановление о нарушении правил дорожного движения, выявленных автоматическими средствами фиксации правонарушений, в этом постановлении разместить 7 или 8 фотографий невозможно. То есть это на обычный листок формата А4, поэтому на нем размещается только одна фотография. То есть разместить всю хронологию событий административного правонарушения невозможно. Вот для того, чтобы таких вопросов не возникало, в принципе, можно зайти на сайт ГИБДД. Там есть раздел соответствующий, где можно посмотреть свои штрафы. И, соответственно, в этом же разделе можно посмотреть те нарушения, которые зафиксированы в автоматическом режиме. То есть там выкладываются все фотографии, которые сделаны прибором, а их делается от 3 до 7. И посмотреть хронологию своего нарушения. Вот там уже будет четко видно и понятно, как вы нарушали скоростной режим, либо проезжали стоп-линию, либо проезжали на запрещающий сигнал стафор. Я думаю, большая часть вопросов отпадет. Но если все-таки, просмотрев вот эти фотоматериалы, вы будете, ну, лицо в отношении которого возбуждено административного правонарушения, все-таки не осознает своего нарушения, то можно обратиться в Центр автоматической фиксации административных правонарушений с заявлением. То есть там будет проведена проверка дополнительная. Следующий вопрос от члена областного совета Зайцева. 80 лет. Планируются ли праздничные мероприятия для службы ГАИ и издание праздничного буклета? Ну, этот вопрос мы пока прорабатываем. То есть в следующем году службе госавтоинспекции будет 80 лет. Поэтому, да, вот в преддверии юбилея, то есть этот вопрос уже сейчас прорабатывается. Конечно, какие-то там буклеты, посвященные в том числе и ветеранам службы, они будут делаться, будут делаться какая-то сувенирная продукция. В любом случае мы это все проработаем. То есть будут какие-то праздничные мероприятия организованы. Скажите, пожалуйста, вообще какие госуслуги в настоящее время предоставляет госинспекция? Расширяется ли перечень таких услуг? И возможность пользоваться как бы быстрее, элементарнее, эффективнее? Ну, вопрос оказания государственных услуг, он сейчас достаточно широко освещается везде, не только в госавтоинспекции. Тем не менее, в свою очередь мы оказываем услуги по выдаче водительских удостоверений, по регистрации транспортных средств. То есть записаться на эти действия можно в электронном виде. То есть через сайт 3W и госуслуги. Вот что очень важно, да, все мы привыкли стоять в очередах, приходите и вот до победного. Есть сайт 3W госуслуги.ру, соответственно, зарегистрировавшись на этом сайте, можно подать электронную заявку на сдачу экзаменов, на получение водительского удостоверения, на регистрацию транспортного средства, на оформление замены регистрационных знаков, то есть определить дату, когда вам удобнее прибыть в подразделение РЭО, в том числе определить время. Более того, часть документов, которые сейчас водитель или владелец транспортного средства собирает в бумажном варианте, можно уже будет не собирать, так как у нас организовано межведомственное взаимодействие, в том числе и с Минздравом, где мы можем истребовать копию медицинской справки в электронном виде. То есть водитель или участник дорожного движения, наш гражданин, он уже не будет бегать, собирать какие-то дополнительные бумаги, то есть ему, после того, как он подаст заявку о получении госуслуги в электронном виде, будет разъяснено, какие услуги он может получить без получения дополнительных справок. И будет определено время, соответственно, очереди из этого пропадают. Следующий вопрос. Имеет ли право сотрудник ГИБДД составлять протокол за невключенный поворотник? Ну, конечно, то есть это нарушение правил дорожного движения, неправильное использование световых приборов, протокол за это тоже может быть составлен. Но в большинстве случаев, я еще раз повторюсь, мы ведем профилактическо-разъяснительную работу в данном направлении и призываем участников дорожного движения пользоваться внешними световыми приборами в соответствии с правилами дорожного движения, в том числе и поворотниками. А вообще такая практика обжалования действий сотрудника ГИБДД где-то в суде даже, она существует? Ну, конечно. И их количество не увеличивается, не уменьшается? Ну, буквально вчера у нас проводилось межведомственное совещание по этому вопросу. То есть количество обращений граждан в текущем году, оно, в общем-то, сокращается. Что свидетельствует о том, что доверие к службе в последние годы возрастает. Это приятно слышать. Следующий вопрос. В начале декабря на улице Фронзе будут введены ограничения по остановке и стоянке автомобилей. А где же нам оставлять транспортные средства? Ну, я еще раз повторюсь, это вопрос создания специализированных стоянок для транспортных средств. Поэтому мы, в общем-то, и неоднократно обращались, и будем обращаться в будущем в органы местного самоуправления, на кого возложен как раз этот вопрос по созданию мест для стоянки транспорта. То есть у нас органы местного самоуправления обязаны выявлять участки, которые наиболее подвержены стоянке транспорта, разрабатывать мероприятия, которые позволят организовать стоянки вне улицы для того, чтобы не создавать помех в движении остальным участникам дорожного движения и, соответственно, эти предложения реализовывать. Кстати, вот много возникает таких неоднозначных ситуаций при работе эвакуаторов. Вот вы как с этой службой сотрудничаете или что будет меняться? Вот если столько много нареканий, нужно что-то менять. Ну, в работе службы эвакуаторов сотрудник госавтоинспекции документирует нарушения административные, там, где предусмотрено задержание транспортного средства, там уже подключается служба эвакуации, то есть транспортное средство помещается на охраняемую стоянку. Ну, со следующего года, соответственно, требования к работе эвакуаторов будут немного ужесточены, то есть и по площади стоянок, и по оказанию услуг по выдаче этих транспортных средств, то есть по созданию комфортных условий для ожидания, получение транспортного средства, которое задержано, то есть цивилизованных услуг для граждан, которые приходят забрать свои транспортные средства, это и помещение для ожидания, это и туалет, соответственно, и места, где гражданин может ознакомиться с положением о порядке эвакуации и с образцами бланков написания заявлений, если он не согласен с принятым решением по эвакуации транспортного средства. То есть их работа будет корректироваться. То есть эта работа будет корректироваться, она на жестком контроле находится постоянно. Следующий вопрос. Нововокзальная Карла Маркса. Здесь очень много машин стоят на тротуарах и даже на газонах. Примите, пожалуйста, меры. Вот вы можете какие-то меры принять или нет? Что касается стоянки транспорта на тротуарах, конечно, то есть здесь меры будут приняты. Мы этот вопрос знаем, то есть у нас там постоянно работают экипажи. Особенно эта проблема актуальна, когда у нас проходят торжества по браку сочетания. То есть там находится у нас ЗАГС, поэтому туда очень много людей приезжает. Вот в пятницу, в субботу, поэтому мы там периодический контроль нарядом ДПС организовываем и работаем в этом направлении. Ну, то, что касается стоянки на газонах, то есть здесь работа администрации городского округа Самара, то есть работа административных территориальных комиссий. То есть это уже административная комиссия за нарушение требований закона Самарской области 115 ГД привлекает к ответственности водителей, которые заехали на детскую площадку, на газон, то есть места, занятые кустарниками и деревьями, это все туда. Понятно. Скажите, пожалуйста, а сегодня больше происходит лишение водительских прав? Вот такое впечатление, что да. Потому что вот с кем не поговоришь, у кого-то там, или сын, еще знакомый, вот лишают и лишают. Это так на самом деле? С чем это связано? Прерогатива лишения права управления транспортным средством, она отнесена к судам. То есть эти решения принимает только судья. Ну, как показа статистика, количество лиц, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии, либо выезжающих на полустречное движение, ну, в настоящее время немного сокращается. Все-таки ужесточение административной ответственности за это, введение уголовной ответственности за повторность управления транспортом в нетрезвом состоянии, в общем, стабилизирует эту обстановку и дисциплинирует участников дорожного движения. А на какой срок сегодня лишают прав, вот, вследствие употребления алкоголя? От полутора лет до двух лет. Но это зависит от последствий. Если, конечно, такой водитель не попал в дорожное происшествие и не причинил другим участникам дорожного движения повреждения, либо, не дай бог, еще смерти. А какие правила существуют, если отобрали у водителя права, как он их получает снова? Существует какой-то регламент? Что он должен сделать? Здесь тоже нужно оговориться. То есть в госавтоинспекции водительское удостоверение не изымают. То есть составляется административный материал, водительское удостоверение остается на руках у водителя. И после решения суда о лишении права управления, то есть водитель сам обязан принести это водительское удостоверение в госавтоинспекцию и сдать. И только с момента сдачи водительского удостоверения начинается исчисляться срок лишения права управления. То есть если водитель не сдает водительское удостоверение, носит его в кармане и ждет, что сейчас пройдет полтора года, и я начну спокойно ездить, то этот водитель глубоко ошибается, заблуждается. То есть он должен от водительского удостоверения сдать в органы госавтоинспекции для того, чтобы начал идти срок лишения, начал исчисляться. А потом ему снова нужно будет сдавать экзамены? Для тех водителей, которые были лишены права управления после 1 сентября 2013 года, соответственно, процедура сдачи экзамена по знанию теоретического курса правил дорожного движения обязательна. То есть водитель приходит, записывается за 2 месяца до окончания срока лишения, он может это уже сделать, записывается в РЭО, можно также через тот же портал госуслуг записаться, будет назначена дата, когда водитель придет и будет сдавать теоретический экзамен по правилам дорожного движения. А в основной сдаче на права в простонародье что-то меняется или процедура остается? Процедура сдачи экзаменов на получение права управления пока не меняется, она остается та же. То есть у нас там есть ряд дисциплин, то есть будущий водитель, который готовится стать водителем, должен сдать экзамены по теоретическому курсу и два практических экзамена. А вот сколько раз можно сдавать экзамен? Такое впечатление, что ты говоришь опять же с сдающими, один раз они приходят, второй, третий, несколько. Это все законно? Все зависит от уровня подготовки водителя, кандидата в водителя. Ну и соответственно сдавать экзамены можно бесконечное количество раз. Единственное, только меняются сроки сдачи экзаменов. То есть с третьего раза, если человек не сдает экзамен, то он потом только через месяц может сдавать этот экзамен. Понятно. Следующий вопрос задает Владимир Александрович. Почему выставляемые камеры, фиксирующие скорость, стоят с нарушением? Кто контролирует их и кто устанавливает? Имеют ли право гражданские люди делать это? Или организации? Ну, Владимир Александрович мне уже неоднократно звонил на рабочий телефон. Мы по этому поводу с ним общались. У него просто сложилось там четкое мнение, что камера установлена незаконно. Но в данной ситуации есть специализированный центр, который занимается установкой камеры. Он не имеет отношения к госавтоинспекции никаким образом. То есть, соответственно, в свою очередь, госавтоинспекции, правительство Самарской области осуществляют контроль, ну, в частности, Министерство транспорта, осуществляют контроль за порядком выставления камер, в том числе и мобильных. И на наших ответственных офицеров это также возложено. То есть наши ответственные офицеры выезжают на места установки этих камер, отслеживают правильность их установки. И в случае, если камера установлена неправильно и с нарушением фиксирует автомашины, которые проезжают с превышением установленной скорости, то эти материалы выбраковываются. Организация, которая осуществляет выставление этой камеры, она, в общем-то, несет достаточно серьезные штрафные санкции. Понятно. Пожелание. Уберите двойную сплошную в районе шестой поликлиники и сделайте поворот. Это позволит разгрузить кольцо Кирова-Старозагора. Вот к таким пожеланиям прислушивайтесь. Или от вас что-то зависит? Здесь, я повторю, вопрос организации дорожного движения и создания комфортных условий для движения транспорта, он, в принципе, в первую очередь возложен на органы местного самоуправления. Но вот то, что касается улицы Тарозагора, мы этот вопрос уже тоже неоднократно рассматривали. Практически каждые 50 метров, а в ряде случаев гораздо меньше, организовано въезды в дворовые территории. Для того, чтобы исключить левоповоротные движения на улице Тарозагора, тем самым снизить количество аварийных ситуаций, самих автоаварий, было принято решение о нанесении разметки, то есть двойной сплошной линии разметки, исключающей возможность левоповорота. Тем более, вот где шестая поликлиника, там до кольца остается ровно 100 метров. То есть развернуться на кольце и проехать в дворовой проезд гораздо безопаснее, чем поворачивать левым поворотом. Вот остается буквально несколько секунд. Скажите, пожалуйста, время при совершении ДТП, вот время приезда служб вашей, оно как-то регламентировано или можно ждать до бесконечности? Нормативно это не регламентировано, нормативно это не регламентировано, но на все ДТП с пострадавшими, то есть мы уже самостоятельно определили время, что инспектор должен прибыть в течение 20 минут максимум. Виктор Николаевич, на ваш вопрос не успели ответить, но обязательно передадим нашему гостю. Спасибо большое Александру Сергеевичу, Андрею Сергеевичу за участие в эфире. Всего вам хорошего. Спасибо и вам за внимание и активность. До свидания.